Галла ТВ представляет Дороги, дороги. Вы начинаете сразу за порогом дома и составляете саму нашу жизнь. Как много человеческой цивилизации связано с дорогами. Они соединяли государства, сближали народы, способствовали развитию культур, торговли, науки и промышленности. Развивался человек, изменялись и дороги, которыми он шел. Сегодня оседлые остальные кони во много раз увеличили скорость нашего передвижения. В этом фильме мы хотели бы вспомнить историю создания железных дорог Казахстана. Тех дорог, которые так сильно повлияли на новейшую историю страны. Стальная нить в судьбе страны. Значение дорог невозможно переоценить. Как знать, достигли бы своего величия древние Туркестаны Тарас, знали бы мы историю щедрых сыроарьки и семеречья, если бы не пролег в старину по казахским степям великий шелковый путь. Караванные дороги Великого Шелкового Пути, соединившие страны Средиземноморья и Ближнего Востока, через Центральную Азию с таинственной и богатой Китайской империей, привлекли к себе внимание различных людей. Чтобы дать странствующим караванам отдых и защиту, вдоль дорог возникли поселения города, которые затем и образовали государства. Территорию Казахстана, простилающуюся на тысячи километров с запада на восток и с юга на север, невозможно измерить масштабами европейских стран. Огромное пространство, раскинувшееся в пределах от Седого Каспия до острогов Рудного Алтая, сопоставимо с территориями Пяти Франции или же Одиннадцатью Великобритании. Недели и месяцы требовали спутникам, чтобы с низови Волги достичь Алтайских гор. Сегодня для этого достаточно трех дней путешествия на поезде. А когда же появилась железная дорога в Казахстане? Стальные рельсы в казахских степях впервые появились еще сто с лишним лет назад. В конце 19 века через территорию республики прошла часть железнодорожной магистрали Покровская Слобода-Урал. В это же время по указу российского императора была проложена железная дорога протяженностью 106 километров, связавшая между собой Самару и Уральск. Исторические документы сохранили до наших дней свидетельство того, что уже в первое полугодие после постройки дорог резко вырос товарооборот в тысячах тонн между нашими регионами. И все же вернее было бы считать настоящую историю строительства железных дорог в Казахстане с 30-х годов 20-го столетия, с легендарного Турксиба. В молодой стране Советов было решено, что прокладка в Туркестан-Сибирской железной дороге будет одновременно вести с обоих концов маршрута. Таким образом, 15 июля 1927 года в Симе-Палатинске, то есть с северного конца, а 2 ноября того же года со станции Луговая были уложены первые рельсы. Турксиб имел исключительно важное значение для всего казахского народа. Казахстан огромен, и для его развития непременно нужна была железная дорога. В начале 20-го века железнодорожные ветки проходили разве что по окраинам Казахстана. Сам железнодорожный транспорт очень сильно способствовал и консолидации, и сохранению наций. Ведь разгар строительства Турксиба пришелся как раз на период великого голода 30-х годов. Изголодавшиеся и измученные люди приходили сюда, чтобы спастись от верной смерти, и находили здесь работу, пропитание. Особенно много было рабочих из окрестных мест, то есть Карагандинской, Семипалатинской, Жамбыльской областей. Число рабочих, участвующих в строительстве Турксиба, достигло в 1930 году 50 тысяч человек. Но по сути Турксиб строил весь Советский Союз. Братские республики оказывали огромную помощь ударной стройке, поставляя стройматериалы и технику. Чтобы понять, насколько это было важно, достаточно вспомнить, что работы велись в полупустынном регионе, в основном с примитивными орудиями труда. Трудностей того времени было не перечесть. И одна из основных, то, что многие вчерашние крестьяне и скотоводы, пришедшие на строительство Турксиба, не имели никакой специальности. Мало того, не умели ни читать, ни писать. Вот почему одновременно со строительством активно велась и работа по подготовке национальных кадров. Одной из главных проблем являлась нехватка специалистов, требующихся для строительства и обслуживания железной дороги. Потому что нужно было переобучить крестьян, пришедших на строительство Турксиба. Для этого было начато строительство нескольких школ, где обучали грамоте. Была налажена работа по подготовке машинистов, путейцев, обеспечивающих нормальный режим работы, пультов, управления, железнодорожным транспортом. Строительный бум, основанный на революционном энтузиазме и жесткой дисциплине того времени, органично сопровождался и бумом образовательным. Только за один год специальностям по обслуживанию железной дороги было обучено свыше 8 тысяч человек. 29 апреля 1930 года на станции Айнебулак состоялась стыковка северной и южной частей Турксибской магистрали. Через два дня Турксиб был сдан во временную, а затем с января 1931 года в постоянную эксплуатацию. Как и великий шелковый путь, Турксиб стал для многих казахов новой дорогой жизни. Вдоль железнодорожной магистрали возникли станционные поселки, выросли сотни жилых домов. Турксиб оказал громадное влияние на общественную жизнь и развитие степного края. В процессе строительства Туркестано-Сибирской железной дороги параллельно решались и проблемы социального обеспечения людей, задействованных на стройке. Для них были возведены многочисленные больницы и бани, открывались специальные школы для детей железнодорожников. Конечно, социальная инфраструктура использовалась и теми, кто жил рядом, что сильно поднимало авторитет железной дороги среди местного населения, привлекало людей в рабочий класс. Сегодня, глядя на кадры уникальной хроники тех лет, трудно сдержать улыбку при виде маломощных паровозов легендарной серии ОЩЕ. Хороший иноходец по ровной степи мог догнать и даже перегнать железнодорожный состав. Возил такой паровоз всего 9-11 тонн груза, но в истории уже не умолить заслуги этих пионеров железной дороги. С развитием железнодорожного транспорта Казахстана, это связано и с водом Труксиба и других участков, развивалось и локомотивное хозяйство. Если мы начинали работать вначале на Турксистанно-Сибирской железной дороге на таких паровозах, как ОВ, это паровозы маломощные, в пассажирском движении МП, то рост перевозок, развитие самого Казахстана, развитие связей с другими республиками заставлял изменять и локомотивное хозяйство. После героической эпопеи Труксиба строительство железных дорог в Казахстане не прекращалось, и каждая новая магистраль по традиции привносила в жизнь все республики новое веяние, укрепляла благополучие страны. Благодаря железнодорожному транспорту скорее вставали на службу отечественной экономики уголь Караганды и Кипастуза, медь Балхаша и Жасказгана, нефть, хром, никель западного Казахстана, цветные металлы восточного и южного Казахстана. Свой неоценимый вклад казахстанские железные дороги внесли в победу в Великой Отечественной войне. В годы Великой Отечественной войны казахстанцы целыми составами отправляли на фронт оружие, одежду и продовольствие, предназначенное для наших солдат и офицеров. Но есть в нашем музее сведения об уникальном бронепоезде госпиталя на колесах. Специальный поезд номер 34 был скомплектован в те годы на станции Сыроозек, имел экипаж 264 человека, был вооружен пушками, имел в своем составе больницы и столовые. Обслуживался необычный поезд полностью нашими путейцами-железнодорожниками. Его военные маршруты пролегали большей частью по территориям между Казахстаном и Курском. Но затем он нередко доезжал до Польши и Берлина. В послевоенном Казахстане продолжалось строительство железных дорог. Постоянно росло и число потребителей услуг железнодорожного транспорта. В 1958 году на территории республики уже действовали Карагандинская, Туркестанская, Сибирская, Ташкентская, Оренбургская, Южноуральская и Омская железные дороги. Они имели 25 отделений, расположенных на территории 9 административно-экономических районов. Управление такой сетью дорог стало слишком сложным. Их объединили. И 1 июля 1958 года стала самостоятельно функционировать самая протяженная в бывшем Советском Союзе Казахская железная дорога. Однако еще через 20 лет, в 1977 году на базе Казахской железной дороги было создано 3 управления Целинная, Алматинская, Западно-Казахстанская железная дорога. Целинная железная дорога, к примеру, являлась самой большой и разветвленной. Она обслуживала важные промышленные и сельскохозяйственные регионы Акмолинскую, Каргандинскую, Кустанайскую, Кокшитаускую и Павлодарскую области. Значительная часть здешних заводов и комбинатов не могла бы нормально работать без помощи железной дороги. И огромную роль сыграл железнодорожный транспорт в освоении Целины, когда в эти казахстанские степи приехало сотни тысяч добровольцев выращивать большой хлеб. Нам приходилось тогда, впрочем, как и сейчас, обеспечивать многие работы по подготовке к пахоте, уборочной страде, по перевозке хлеба. Собретением суверенитета Казахстан стал активнее включаться в мировые хозяйственные связи и наибольший динамизм приобрели наши торговые связи с Китайской Народной Республикой. Ярким примером этого стал подписанный осенью 1988 года протокол о строительстве специального железнодорожного перехода на станции Дружба Аллашанькоу. Здесь поезда в кратчайшие сроки должны были переходить с нашей широкой колеи на узкую китайскую колею и обратно. 21 июля 1991 года железнодорожный переход Дружба был запущен в действии. Все мы хорошо понимаем, что общие дороги способствуют укреплению связей между различными государствами. Соединяя тысячами километров стальные пути Европы и Россию со странами Центральной Азии и Китая, железнодорожный транспорт, как самый удобный и экономичный, имеет перед собой неплохие перспективы, о чем неоднократно заявлялось и руководством страны. Конечно, есть и разрыв хозяйственных связей после распада Союза, а также последующий экономический кризис не могли не сказаться на хозяйственной деятельности железных дорог. Перед отраслью встали новые проблемы. Железная дорога с его сложным и большим хозяйством конечно же не смогла сразу адаптироваться к специфическим условиям рыночной экономики. Наша отрасль не сможет существовать самостоятельно, она точно отражает состояние всей отечественной экономики и объемы перевозок резко уменьшились. Для преодоления кризиса в отрасли, вызванных децентрализацией управления, 31 января 1997 года в республике было принято решение создать на базе бывших трех железных дорог единое республиканское государственное предприятие Казахстан-Тимир-Жолы. Сегодня именно на этом предприятии лежит ответственность за то, чтобы вновь наполнить истинным содержанием привычное определение надежный и удобный транспорт железнодорожной. Дороги, дороги, вот так неторопливо, то стремительно, бегут по бескрайним степям Казахстана, словно две струнные дамбры, стальные нитки железной дороги и достигая краешка степи несут нас дальше к новым горизонту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова